набережная от первого лица пузыри воздуха как объяснили знающие в этом деле толк то ухо моего коснется то на удачу олыбнется давай я коснулся твоего уха 200 тысяч просмотров чтобы этот ролик набрал что ты здесь сидишь так итак всем привет друзья вы на канале викон стар ребятки мы продолжаем рубрику донецк от первого лица прямо сейчас я пойду на набережную хочу вам показать как она выглядит в мае 2019 года спасибо большое за поддержку моего предыдущего видеоролика вы знаете что делать обязательно комментируйте делитесь этим видео в соцсетях распространяйте и чем больше ваша активность тем быстрее выпускаю видеоролики я так как без вашей поддержки ну ну никак у нас уже вчера я вечером здесь проходил работали фонтаны ну сейчас 9 26 утра как бы город просыпается вот так выглядят розы наши достопримечательность ну как бы еще раз буду говорить чистый приятный аккуратный родной город короче ребята выдвигаюсь через бульвар шевченко пройдусь вниз по парку вам покажу как раз и загруженность трафика ну и все остальное это начало бульвара пушкина все зеленое красивое каштаны уже расцвели ну ребятки будем идти цели хотя на набережной там особо показывать нечего но многие я думаю проводили там время особенно по вечерам там кстати газончик подстригают уже травка повылазила хорошо красиво особенно запах скошенной травы пахнет просто изумительно кстати друзья что по поводу реконструкции самого города многие пишут в комментариях это нереально не но это дело каждого верить или нет ну а мы будем надеяться все-таки на лучшее есть планы есть задумка но там посмотрим вот кстати приводят к ладу лавочки спасибо коммунальщикам за их работу но мы опять выдвигаемся от тараса шевченко но сегодня друзья мы пойдем не направо по улице артема вниз по бульвару шевченко сейчас пройдемся по переходу справа библиотека имени крупского в теньке стоит от каштанов друзья из вечная проблема в переходов так это мусор ну я не знаю камере видно или нет но не наблюдается здесь недалеко университет продают горячие напитки покушать что-то ну вот мы уже и на бульваре шевченко еще не расцвело все в полном разгаре своего цвета ну как то так вот там физкультурой что ли занимаются прыгают в долину ребята из вечный вопрос где люди вот нет пишут все в комментариях в личку где люди люди у нас работают люди у нас учатся люди у нас ходят в садике ну а вечером они гуляют будут видеоролики связаны с просто с колоссальным количеством людей поеду я ребята я вам поснимаю вы мне все спрашиваете где люди люди есть они везде и повсюду я вам снимаю город они людей вот кстати вот такой красавчик люди присутствуют но то что вы пишите мне комментарии и негативные без вас ребята эти видео не продвигались бы в топе поэтому огромное вам спасибо за то что вы меня смотрите ну вот идем вниз на набережную уже по весеннему тепло даже по летнему я бы так сказал вот какая красота друзья лавочки деревья и только шум машин единственное что смущает а так по себе здесь вечером когда нет машин просто я думаю идеально хотя кому как кто-то любит на природе уединяться кто-то наоборот любит шум это всей муравьиной суеты ребята я читаю многие из ваших комментариев и первый вопрос который такой самый актуальный это цены на жилье в среднем однокомнатная квартира в центре донецке это ворошиловский калининский район стоит около 20-25 тысяч долларов это ремонт двухтысячных то есть если вы хотите побольше аппаратуру то уже начинаются от 35 45 тысяч долларов за квартиру что касается аренды жилья в среднем однокомнатная квартира в городе донецке стоит снять арендовать как это правильно назвать около трех с половиной тысяч рублей с их коммунальными услугами интернет у нас ну я плачу 300 рублей свет и газ по счетчикам ну там выходит рублей двести пятьдесят может максимум а если вы хотите так побольше примеру квартиру двух-трехкомнатную если семьей с детьми жить то около пяти пяти с половиной тысяч рублей за квартиру вот как то так конечно на окраинах квартиры дешевле в центре квартиры соответственно дороже так ну что переходим мы улицу пешеходного здесь нет но мы по-быстрому перейдем конечно квартиры в цене подешевели если сравнивать две тысячи тринадцатым двенадцатым годом в среднем однокомнатная квартира центре города стоила около 40 50 тысяч долларов а то и больше в зависимости от местоположения и района окраины соответственно дешевле что касается зарплат у меня был на канале видеоролик зарплаты в средней по донецку начинаются от 7 8 тысяч рублей то есть это как но обычные такие зарплаты да есть люди которые пишут я получаю 3000 рублей да если такое здесь никто ничего не спорит есть по и пишут получают я получаю 20 тысяч рублей к примеру он занимается развозкой конфет среднем у него рабочий день 5 дневный может быть и субботу захватывает в общем он получает около 17 18 тысяч рублей пенсии конечно у нас минимальные кто-то получает 3000 рублей кто-то получает 10000 рублей ну зависимости от стажа работы там я не знаю как она вычисляется сейчас конечно хотелось бы желать лучшего цены я уже вам показывал предыдущих роликах буквально три месяца назад этот ролик уже за практически 200 тысяч просмотров уже набрал но мы нечего мы только начинаем так 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 вот даже здесь травку косят но здесь такая мини посадка и каждый ребята так делаете это вам воздастся обязательно вот друзья мы дошли и до набережной хотя это не начало набережной но мы туда не пойдем там тоже особо нечего показывать но все равно сейчас людей скорее всего что вообще не будет так как все учатся работают ну ничего нам главное вид вот друзья набережная от первого лица кстати сейчас пройдемся по вот этой стороне а потом перейдем на ту красиво чистенько убрано многие я думаю здесь вечером в молодости да и до сих пор гуляют и сейчас кто смотрят мои видео особенно я как-то здесь был около пол шестого утра очень много людей занимается бегом там еще дальше есть спортплощадка небольшая ну хотя травка либо не выросла либо еще не доросла до своего уровня высоты жабы квакают жабы в плохом водоеме грязном жить не будет хотя здесь раньше друзья проходили сюда возили товары интересно было бы посмотреть как это все происходило ничего может быть я найду вам картинку и сейчас прям вставлю ее как по кальмиусу здесь бороздили просторы донецка судоходные корабли кстати вот там теннисные столы стоят здесь кстати люди приходят места занимать чтобы порубиться в теннис плюс наверно школьники здесь круги наматывают он сидят на лавочках отдыхают здесь школа недалеко и они кросса бегают вот кстати мусор убирают многие пишут так у вас в донецке людей нет некому мусорить ну а вы чем можете похвастаться у нас люди есть у нас просто не мусорят может быть и мусорят но мне хочется чтобы не мусорили здесь уточки когда потеплеет тут ребята приходят сидят на покрывалах ну и отдыхает конечно травой немного все под заросло и пузыри вот ребята где-то около года назад новостях я видел как думали что в донецке очень много газа под кальмиуса ну точнее в этих где-то местах но это пузыри воздуха как объяснили знающие в этом деле толк много ила и этот весь процесс начинает как бы назвать его бродить все там этот процесс происходит ну и выходит оттуда пузырьки газа в результате химической реакции а здесь прохладненько хорошо ладно идемте дальше хотя здесь особо показывать нечего но я думаю вам все равно будет интересно пройтись вместе со мной друзья по этим местам тут бы вечером ворваться в субботу еще как-то я засниму влог вы посмотрите его обязательно может быть в другом месте но вечерние выпуски также будут сейчас друзья мы отправляемся туда там тенечек здесь уже так уже жарковато становится кстати ребята спасибо вам за поддержку 99 и 9 десятых процентов людей пишут мне только положительные комментарии от меня вам просто огромный палец вверх ну а те оставшиеся хейтеры вам тоже спасибо что смотрите меня не забываете так что продвигайте мои видеоролики дальше ребята девчонка уже круг сделала пока я тут с вами лясы точил она уже вот этот весь круг который я обошел только наверно процентов 35 от него она уже меня обогнала вот ребята здесь тенек хорошо жабы квакают с той стороны где-то птички поют как-то так город весь шумит а здесь конечно меньше шума машин слышно вдали донбасс палац все высотки но мы уже практически на середине там где я показывал где пузырьки воздуха выходят мы уже практически стоим напротив немножко не дошли но так выглядит набережная с другой стороны сейчас скоро газончик здесь постригут будет вообще отлично кстати детская площадка здесь ребятки надо пройтись вечером я видео делаю для тех кто хочет увидит как вообще выглядит сам донецк люди это такое если вы хотите я поснимаем вам людей вы спросите с ними людей где люди где все подевались да не есть да отвечают да ребята кстати чтобы вы хотели увидеть следующих моих видеороликов обязательно комментируйте пишите пока я сейчас иду еще по набережной вы уже мне пишите комментарии чтобы вы хотели увидеть что ты здесь сидишь кстати мы уже обошли набережную а здесь еще вот такие вот статуэтки стоят то ухо моего коснется то на удачу олыбнется давай я коснулся твоего уха 200 тысяч просмотров чтобы этот ролик набрал кто лапу мне помжмет друзей себе найдет где твоя лапа вот это найдем друзей кто в мои глаза заглянет тот еще умнее станет все взглянул умнее стал вот такая вот композиция здесь у нас присутствует ну ничего придет время я вам сниму донецк город миллиона роз выйду и поснимаю вам каждую розу и мы их посчитаем здесь какая-то скульптура стоит что они в шахматы играют коня держит думает убьет он мою королеву или нет красиво как ребята как не крути но красиво я думаю вы согласны хоть ребятки и получится у меня немного длинный выпуск я знаю вы не сильно любите смотреть очень длинные ролики ну ничего кто хочет увидеть я думаю вы хотя бы пролистаете и посмотрите интересные моменты вот статуи уже все цветет красота как же пахнет ребятки класс вот это класс цветочки следят за городом следят за состоянием и это радует тут кстати спортивные площадки там футбол играют там в баскетбол это вечером в основном здесь движуха вечером детская площадка вот говорите нет людей да если бы не было людей кто бы за этим всем смотрел бы кто бы это все дело кто ремонтировал да никто это так пыль в глаза чтобы комменты хреновые почитать но нет друзья он кстати ребятки уже готовятся к выпуску эти какой какое покрытие так но мы пройдемся дальше что у нас еще здесь есть ну вот я говорил поле искусственная минга у нас получился вот такой интересный весенний выпуск вы знаете что делать обязательно делитесь этим видео в соцсетях я жду вашу реакцию под этим роликом с вами на канале был виконста всем гудбай а 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 Субтитры создавал DimaTorzok